Уважаемые коллеги, уважаемый министр, фракции Компартии Российской Федерации менее радужно относятся ко всем проблемам, которые сегодня освещались вами с этой трибуны. И в первую очередь я бы хотел остановиться на недропользовании и олагоразведке. Вы говорите о том, что провалы там до пятого года, а сейчас дело поправлено. Но извините, если мы возьмем эти 20 лет, то мы увидим, что в принципе ничего не изменилось с точки зрения проедания тех разведанных запасов, которые были сделаны ранее. Я хотел бы вам напомнить, что, например, с 1953 по 1964 год каждая прибавка в год соответствовала 8-9%. Даже в Горбачевские времена эта прибавка в разведке ископаемых полезных в первую очередь углеродного сырья составляла 5%. Даже те три года, где действительно были небольшие добавления с точки зрения совершенствования работ и расширения объемов работ по илагоразведке, они в последние годы, снова мы видим с вами, что касается выделения средств с федерального бюджета, снижаются в среднем на 10%. Поэтому даже та федеральная программа до 2015 года сегодня, на наш взгляд, находится под большим вопросом с точки зрения ее исполнения. Само качество проведения добычи полезных ископаемых, а в первую очередь углеродного сырья, не выдерживает критики. Мы не раз уже с этой трибуны говорили. И вы, как министр не только природопользования, но и экологии, в первую очередь должны отвечать за то, что почему у нас 50 тысяч аварий происходит в среднем год на этих 35 тысяч километрах, почему у нас миллиард 200 миллионов по экспертным оценкам нефтяной эмульсии сегодня разливается, каждый год 30 тысяч ехтар земли загрязняется. Мы вам напоминали не первый раз о проектах Сахалин-1, Сахалин-2, о какой прозрачность тогда могла идти речь, два года назад Керченский пролив и так далее и тому подобное. В этом плане мы не видим действительно ничего серьезного со стороны министерства и в законотворческом плане, и в организации тех работ, которые бы меняли ситуацию в недропользовании с экологической точки зрения. Если дальше говорить с точки зрения выделения бюджетных средств на охрану окружающей среды, это 0,13% федерального бюджета. Цивилизованной страной считается та, которая выделяет не менее 5% расходной части бюджета на эти цели. Если говорить о том, что мы имеем сегодня в наличии с точки зрения то, что погрязли в этих бытовых отходах, каждый год прибавляем 2,6 миллиарда, и ничего по большому счету не утилизируем, даже здесь рядом с Москвой вот этот небезызвестный Химкинский полигон, где уже и тело там выросло на высоту к проектной мощности на 10 метров, и река Бусинка после того, что на 3 километра уничтожена, никакого не представляет сегодня интерес с точки зрения экологического и рыбопользования, а это гнилостная какая-то помойка стала. И к любому вопросу в этом плане, когда мы подходим, мы видим бездействие, бездействие министерства. А нас сегодня беспокоят не только твердые бытовые отходы, хотя и там, даже в этом ближайшем Подмосковье, по экспертным оценкам, десятки тонн ртути каждый год выбрасываются в эти полигоны. А если взять, сегодня правильно поднимали вопросы радиоактивные отходы, сегодня по экспертным оценкам суммарная их активность на уровне 4 миллиардов кюри, а переполненные, хранилища этими отходами и жидками, и отработанным ядерным топливом, это тоже проблемы, которые надо сегодня решать, и мы хотели бы слышать сегодня их здесь. Я должен сказать, что мы давно и всерьез настроены на то, чтобы был экологический кодекс, чтобы в рамках федеральных программ были подпрограммы, которые бы работали и по воде, которые бы работали и по лесу, и по всем другим элементам, которые бы выходили на человека. 300 тысяч сегодня людей гибнут от экологической составляющей. И поэтому мы считаем, уважаемый Юрий Петрович, что министерство и вы должны развернуть ситуацию. 30-40 лет... Владимир Иванович, закончилось ваше время. Так у вас все равно нет эфира, нет у вас. Владимир Иванович. Владимир Иванович. Владимир Иванович. Владимир Иванович. Не доедает. И как говорится, живем лечить. Спасибо.